Мы прочитаем фрагмент. 21 глава книги Откровения с 1 по 8 стихи. 22 глава книги Откровения с 1 по 8 стихи. 22 глава книги Откровения с 1 по 8 стихи. 23 глава книги Откровения с 1 по 8 стихи. 23 глава книги Откровения с 1 по 8 стихи. 24 глава книги Откровения с 1 по 8 стихи. 24 глава книги Откровения с 1 по 8 стихи. 25 глава книги Откровения с 1 по 8 стихи. Все, что было неправедным и нечестивым, включая сатану и его бесов, все оказалось в аду. И антихрист и лжепророк в озере огненном. И все, кто послевал за ними, в озере огненном. Также там окажутся и все те, кто последовал за ними и поверил в них. И теперь мы уже сосредоточимся на тех людях, которые уверовали в Иисуса Христа. И вот в этих последних двух главах говорится о том, как они или как мы получим свое наследие. Итак, суд завершился и все изменилось. Основа достаточно трудно будет Иоанну с помощью слов выразить то, что он увидел. Однако мы сейчас посмотрим, а вот в первых восьми стихах 21 главы, какие произошли перемены, что изменилось. Во-первых, изменилась сама система, при которой мы живем. В первом стихе мы с вами читаем о том, что теперь новое небо, новая земля, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали. Можно сказать, что очень резко и кардинально все изменилось. Существует три варианта толкования того, что это означает в реальной жизни. Потому что вот это слово новое не означает просто что-то новое, как нововведение, которое следует за чем-то старым. Но здесь есть и такой смысл восстановления. Поэтому и существует три таких варианта толкования, что бы это могло значить, что такое новое небо и новая земля. Первое толкование — это то, что все вернется к первоначальному совершенному состоянию, еще бывшему до грехопадения. То есть все станет таким, как было до того, как Адам и Ева согрешили. Вторая точка зрения, которую придерживаются некоторые богословы, заключается в том, что все вернется к хаосу, а Бог обновит все, либо воссоздаст. И третья точка зрения заключается в том, что все будет уничтожено, и Бог начнет свое творение сначала. Нет, конечно, никаких библейских оснований или доказательств, какая из точек зрения верна. Это просто три варианта того, что люди думают по этому поводу. Лично мне нравится первая точка зрения, что все вернется к первоначальному совершенному состоянию, бывшему до грехопадения. Потому что мне кажется, что если бы Бог пришлось изначально, то есть снова, с нуля, начинать творить все, то складывается такое впечатление, что сатане все-таки удалось в какой-то степени одержать победу. Но если Бог просто придется вернуться к тому времени, как все существовало еще до грехопадения, то складывается такое впечатление, что просто произошло искупление, восстановление. Интересно, что в конце первого стиха еще написано, что и моря уже нет. Очень часто море или вода в книге Откровения использовалась в качестве символа суда. В 13 главе, например, в 13 главе, в 1 стихе, зверь выходит из моря. And the sea in general has kind of that negative judgment kind of connotation. But look down to verse 4 in Revelation 21. It says there, he will wipe away every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain for the old order of things has passed away. Can you imagine that? No one's going to be sick. No accidents. No starvation. No getting old and dying. No getting old and dying. No getting old and dying. All those things that were part of the sinful world have been removed. In other words, все, что присутствовало в грешном мире, теперь устранено. Прежнее миновало, прежнее прошло. Death and sorrow no longer exist. Nobody will lose. Никто ничего не будет терять. Поэтому, наверное, на небесах и не будет спортивных состязаний. Потому что в спорте всегда кто-то проигрывает. Другими словами, все, что было каким-то образом связано с грехом, больше не существует. Прекратило свое существование. Откроем книгу пророка Исаии, 65-ю главу. И с 17 по 19 стихи. Обратите внимание на вторую половинку 17 стиха. И прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. Другими словами, все, что было связано, все, что имело отношение к греху, будет забыто. А очень часто люди задают такой вопрос, как я могу радоваться на небесах, как я могу быть там счастливым, если я знаю, что мои родственники или знакомые друзья в аду. И я думаю, что можно ответить на этот вопрос словами из этого фрагмента пророка Исаии. Мы не воспомянем, то есть мы не вспомним об этом. Мы не будем этого помнить. А все, что было связано с нашей прежней греховной жизнью в этом грешном мире, просто исчезнет. Это настолько изменит наше представление о жизни, потому что это настолько далеко от того, как мы живем сейчас. Очень часто люди интересуются тем, каким будут небеса. Они задают такие вопросы, будут ли там облака, какая там будет погода, будут ли там расти цветы. А единственное, что можно сказать наверняка, что там все будет по-другому, не так, как здесь. Мы настолько привыкли жить в этом мире и забываем о том, что мы живем в разрушенном грехом мире. Мы уже привыкли ко многим вещам и воспринимаем их как должное. И поэтому мы не можем представить себе, не можем вообразить, каким вообще будет место, в котором совершенно нет греха. И мы будем в обществе многочисленного народа, грехи которых были просто устранены. Что еще изменится? Наши взаимоотношения с Богом будут полностью восстановлены. И мы помним, что еще в бытие в третьей главе грех разрушил эти взаимоотношения между Богом и нами. Но мы с вами читали недавно из фрагмента с первого послания Иоанна, где говорится о том, что Иисус Христос пришел для того, чтобы уничтожить дела дьявола. Что же становится препятствием? Что же становится таким барьером, между нами и Богом? Это грех. Поэтому Бог предпринял попытку разрушить этот греховный барьер для того, чтобы восстановить правильные отношения между Ним и людьми. А мы сегодня как раз об этом, мы как раз это слышали, когда слушали проповедь Юры сегодня. то есть некоторые люди считают, что они не могут обратиться к Богу, а подойти ко Нему ближе, потому что Он такой совершенный Бог. И вместо этого Бог сам пришел к нам и нашел нас. То есть Бог сделал первый шаг для восстановления этих отношений. И мы с вами уже видели, изучая книгу Откровения, что Он и восстанавливает эти отношения совершенной праведностью. There's never going to be time when God says, Hey, I think I forgot something. А я думаю, что не будет такого момента, чтобы Бог мог сказать, Ой, я забыл кое-что. I think I overlooked some little detail that means that these people are not restored to relationship with me. Я забыл о какой-то мелочи, о какой-то детали, из-за которой отношения с каким-то человеком не могут быть восстановлены. That will never happen. Такого не произойдет. И Бог говорит о том, что мы будем Его народом. Listen, read verse 3 for us, if you would. А третий стих еще раз прочитаем. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, Сескиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. I tell you, when I read that verse, it makes me almost cry. Когда я читаю этот стих, я могу даже расплакаться. Бог is restoring His relationship with us so deeply, that He calls us My people. Бог настолько глубоко восстанавливает наши взаимоотношения с Ним, что называет нас Его народом. И Бог говорит о себе, Я буду их Богом. И мне очень нравится, вот это вот выражение, и сам Бог с ними, то есть будет вместе с ними. Do you know why God sent the tabernacle down into the middle of the people of Israel? А вы знаете, почему Бог послал Скинию вот посреди израильского народа? He had this deep desire to be with the people of God, even though they were sinful. у него было огромное желание быть посреди этого народа, несмотря на то, что они грешили. И поэтому посреди израильского народа оказывается вот это вот Скиния. И Он окружил Себя вот этими преградами, барьерами. И Он сказал, что Я смогу обитать среди вас при исполнении определенных условий. Но израильтяне, народ израильский, нарушили закон. И поэтому присутствие Божие или слава Божия отошла от Скинии. Он удалился от них. Поэтому Бог всегда желал обитать с народом, быть посреди народа. И теперь посредством славного Евангелия Иисуса Христа эта цель снова достигнута. И здесь не говорится о том, что мы будем просто слугами, рабами Божьими. Обратите внимание на седьмой стих. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом и он будет мне сыном. А женщины сразу начинают возражать, а как же мы? Мы же не можем быть сыном. Ну, the great truth of the matter is that every child of God is called a son, whether they be male or female. Интересный факт, что каждое дитя Божие называется сыном, независимо от того, женщина это или мужчина. Потому что наследники становились сыновья. And God says, male or female, it doesn't matter, you are all equal inheritors with me and the kingdom. И вот именно с помощью этого слова Бог как бы показывает, что независимо от того, женщина ты или мужчина, вы все равные наследники, вы все мои наследники, все сыновья. Поэтому мы видим в этой фразе, что у нас с Богом будут семейные отношения, мы все сыновья. очень часто бывают такие случаи, что люди росли в семье, где отец был далеко от совершенства. Им очень трудно понять, какие должны быть отношения между детьми и отцом. Однако вот этот отец, это совершенный отец. Everything he does for his children, he is the ultimate giver in the universe. God brings himself glory by being this wonderful giver of wonderful gifts. So this restoration of fellowship and relationship is just overwhelming. So we must be surprised by how we can restore our relationships with God. It's just amazing. Sometimes we think that we are going to be part of this 100 million people standing so far away from God, he is only a little speck in the distance. If this big person would move, maybe I could see him. But I don't know how God is going to do it, but that will not be the case. I don't know how it will be the case. How God will it do it, despite the fact that there will be a huge number of people, everyone will see God. Each of us individually will know that wonderful, restored, intimate, close relationship with God. And every one of us can feel and experience these already восстановленные, very close relationships with God. нам не безразлично современная церковь, и у нас есть, что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com А что еще изменилось? Обитатели небес полностью преобразились. There is this terrible list here in verse 8. В 8 стихе дается такой вот ужасный перечень. A list of terrible sins. Здесь перечисляются разные грехи. Those people will not be in heaven. И никто из таких людей или вот подобных людей на небесах не будет. They will be denied entry into heaven, and that means that the people in heaven are different. Now, of course, that doesn't mean that everybody who's ever been one of these things once cannot be in heaven. But this list here is in the present tense in Greek. Потому что в греческом языке здесь 8 стих написан в настоящем времени. That means a person who continually and habitually lives in this way. Это означает те люди, которые продолжают жить вот в этих грехах, и для них это стало привычным делом. So, if Татьяна told a lie one time, that doesn't mean she's going to be left out of heaven. А если Татьяна кого-нибудь обманула однажды, это не означает, что она не попадет на небеса. And if Andrei was involved in magic arts one time, it doesn't mean he's not going to be in heaven. But a person who habitually in his life continues to do these things shows that he has not been transformed by the Lord Jesus Christ. написано, это просто свидетельствует о том, что они не были преображены Иисусом Христом. But sinners are in the lake of fire. Грешников ожидает озеро огненное. And of course we know that they cannot escape from the lake of fire. Им не избежать этого, нам это известно. But the saints are with Christ forever. Но святые будут навечно со Христом. And Jesus says in, it's actually God who says in verse 6, it is done. I am the Alpha and the Omega. В шестом стихе Бог говорит и сказал мне совершилось Я есм Alpha и Omega. I have I am the judge of the universe and I have made my decision. Я судья всей Вселенной и я уже принял решение. And that decision will never change. И это решение не изменится. So the saints are with God forever. They have been made righteous. They are a bride beautifully dressed for her husband. And they have been made righteous because they trusted in Jesus Christ instead of the Antichrist. and they started righteous because they trusted in Christ instead of the Antichrist. So there is no unrighteousness in heaven. So there is no unrighteousness in heaven. problems because they conflicted my wrongness and your wrongness and they deal with them. Have you ever been at a sale in a store where you and someone else both want the same item? and you have been in a store or in a market and one something that is two people and you want to buy and someone wants to buy one and someone says it's mine. It's mine. It's mine. And the other says it's mine. It's mine. It's mine. None of that in heaven. In the heavens there will be no stores there. Because there will be no stores there. but we will never have my and my sinfulness is gone and your sinfulness is gone so there's no sinfulness to interact. So it's going to be a great place. at ve 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 l . Alice . . . . . . . . . Субтитры создавал DimaTorzok